Почти на 121 миллион рублей увеличится финансирование госпрограммы о наукоемких технологиях и технике. Ранее в планах было 356. Документ рассчитан до 2025 и направлен на развитие самых главных сфер новой экономики. Это атомная энергетика, космическая деятельность, электромобилестроение и биотехнологическая фармацевтика. Первый энергоблок БЛС снова включат в сеть во второй половине декабря. До этого он находился на повторном планово-предупредительном ремонте. Все работы завершены и идут по графику, сообщает профильное ведомство. Благодаря атомной станции валютная нагрузка на экономику страны снизилась более чем на 650 миллионов долларов. В Беларуси проводится профилактика пожаров в частных домах. С наступлением холодов спасатели отправляются в рейды, чтобы предупредить происшествия. Упор сделан прежде всего на пожилых людей. Некоторые не следят за исправностью печей и не чистят дымоходы, а это может привести к печальным последствиям. Минздрав изменил список медицинских противопоказаний для водителей. Нормы скорректировали для тех, у кого имелись психические и поведенческие расстройства по причине употребления алкоголя и запрещенных веществ. Ранее такие граждане допускались к вождению, если у них имелась стойкая ремиссия. Сейчас они могут сесть за руль после прекращения диспансерного наблюдения. В Бобруйске до 2 декабря проходит неделя переселения. Желающие трудоустроиться в сельской местности с предоставлением жилья могут обратиться в Управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома. На Гоголя-7 в шестом кабинете специалисты ознакомятся с Республиканским банком вакантий и условиями оказания финпомощи. Ответят на все интересующие вопросы.